Привет, друзья! Сегодня мы пообщаемся в прямом эфире с моей знакомой Ириной Шурековой. Я хочу ее расспросить о ее опыте, как ей удалось за три года, будучи мамой-одиночкой, воспитывая сына, работая кадровиком. Помимо всего этого, параллельно, без отрыва от основной деятельности, выйти на доход 100 тысяч рублей в месяц, работая в сфере туризма, онлайн. Всем привет! Привет! Привет, привет! Слушай, я успеваю отслеживать твои перемещения. Да, я сама не успеваю. Мы уже где-то в Турции. Зачем, не знаю. Но, наверное, все равно это здорово. Посмотреть на море. Я же рыба. Мне нужно солнце, море и вообще зелень. Да, у нас в Москве этого не хватает. Всем доброго утра. Всем доброго, прекрасного утра. Я вам передаю привет из солнечной Турции. Была на море, привезли и прибежала в апартаменты, можно сказать, в холле провожу эфир. Вообще мир настолько прекрасен, что кайфуешь от каждого прожитого дня. Когда тебе удается само это делать, а не наблюдать со стороны, наверное, это вдвойне здорово, да? У меня клубничка. Я прибежала, помыла клубничку быстренько, чтобы успеть перед этим. Ну, я в двух словах, я уже тебя представил зрителям. То есть ты работаешь кадровиком, да? Кадровичкой. Кадровичкой. А, ну, наверное, в этом да, если какая-то разница. Да нет, у нас такая разница, я думаю. Так, воспитываешь одна сына, да, тянешь на себе, не знаю, все эти тяготы, трудности жизни в одиночку. Смотря как отнестись. Да, да, да. Это не тяготы, это задачи, жизненные задачи. Да. Я удивляюсь, как тебе удается еще быть при этом в таком позитивном настрое, настроении, все удается еще и помимо основной работы развивать и успешно онлайн-бизнес в сфере туризма в такой ниша перспективной. Вот. Поделись, пожалуйста, опытом, расскажи, как тебе это удается совмещать. Вот. Я хочу тебя зарядить своим позитивом. Что-то ты грустный, дорогой друг, сидит. Я тебе посылаю лодчики солнца, запах бриск моря, чтобы ты наполнился. Вся наша жизнь в наших руках исключительно. Каждый тоже может так же, как и я. Я только 4-го, сегодня 6-й, да, 4-го января, только еще вечером была у мамы в деревне в Ульяновской области. Полтора часа полета, и я в Москве. И вчера уже в 14.00 я прилетела в Турцию. И мне это чертовски нравится на самом-то деле, передвигаться по стране, по миру. Это так круто. И сегодня утро, у меня завтрак был на море. Мы купили с Леной, кстати, ребята из Балакова. Мы с ними познакомились благодаря нашей компании, нашему клубу «Инкрузов». Они уже с мая месяца или с июня месяца живут в Турции. Говорят, Ирина, приезжай, посмотришь. Мы тебя заселим в прекрасные апартаменты. Можно какой-то инфо-тур. Если я приезжаю смотреть там какие-то, допустим, комплексы, почему бы и да. У нас же есть возможность. И в дальнейшем, развивая наш туризм, наше путешествие, и в дальнейшем уже нужно планировать, куда распределять доходы, которые мы получаем. И я приехала посмотреть вообще действительно, что такое апартаменты в Турции, что это такое, жилые комплексы. За мной вот видно, наверное, жирафы. Это все в комплексе. Вон елочка красиво стоит. Даже, наверное, вот так переверну, чтобы вам было красиво видно. Елочка все-таки в России же Новый год. Зима. И на самом-то деле мир без границ. И это круто. Позавтракали мы с булочками Айраном. В кафе там принесли чай вкусный, турецкий. И я пришла проводить эфир в поле этого комплекса, где меня заселили. Еще раз здравствуйте, кто присоединяется. Меня зовут Ирина. Я живу в городе Москва в данный момент пока еще. А так я родилась и выросла в Ульяновской области, в деревне. Деревенской закалки. Наполнена свежим воздухом и работой на земле. И, видимо, это и дает мне свежий любовь о том, что ты говоришь, когда я все успеваю. Видимо, это все заложено у меня с детства. Что нужно все успеть. Кто рано встает, тому Бог подает. И буквально больше двух лет назад я познакомилась с компанией Клубом Инкрузов. Это все произошло очень интересным образом через интернет. Хотя я до, наверное, до 18-го года я всячески отрицала, не впускала в свою жизнь сети. Я зарегистрирована ВКонтакте, но я там ничего не делаю. И в Одноклассниках меня, в принципе, не было никогда. Я даже не регистрировалась. Я вот всячески себя как бы огораживала от сетей. Но потом, чисто случайно, для каких-то целей ко мне пришел Инстаграм. Это тоже интересно произошло. Мы отдыхали в Турции в 18-м году. Ой, нет, в 17-м. Не, уж не помню. Ребенка тогда 4 года было. И познакомились с мамочками в Викрите тоже. Из Москвы одна мамочка, другая из Питера. Мы с ними общались. Они мне рассказывают про Лену Блиновск, про какие-то марафоны. Я слушаю, говорю, девочки, вы о чем вообще? Но это в Инстаграм-то еще не слышала. Я говорю, а что такое Инстаграм? Во-первых, настолько я была далека-далека от онлайн-бизнеса, скажем так. Они меня зарегистрировали на Инстаграм, подписали Лене Блиновской. Я благодаря им, спасибо, девочки, если вы меня смотрите, попала к Лене Блиновской на марафоны. Она именно Лена Блиновская расширила мое мировоззрение. И потихоньку я, благодаря ее марафонам, на меня были подписаны разные марафонщицы. И благодаря тому, что я открыла себе мир Инстаграм, ко мне пришел Инкрузов. Мамочка в декрете, Олечка Торченова, спасибо тебе большое, просто написала пост, как они отправятся в круиз, как там все красиво, как на верхней палубе мы будем пить кофе с круассаном. И в конце поста было написано, кто хочет, кто еще знаний, что-то такое. Я написала, когда у вас круиз, я тоже хочу с женом в круиз. И так началось мое увлекательное путешествие в компании Инкрузов. Оля мама в декрете двух дочек маленьких, я мама одного мальчика, которая постоянно занята с утра до вечера на работе, потом бегом с работы, потом ребенок, все такое. Она мне единственное, она говорила, Ирина говорит, это клубная система, где нужно каждый месяц себя откладывать на путешествие по 100 долларов. Я говорю, Оль, это меня вообще устраивает, потому что я девушка, которая выросла в деревне, после университета взяла один чемодан и переехала в Москву. И с тех пор я несу ответственность за свою жизнь только сама. Я никогда ни на кого, ну, как сказать, не полагаюсь, я просто на свои силы. И с тех пор я научилась сама распределять бюджет, начала накапливать какой-то процент из дохода. Таким образом я накопила на квартиру, на первоначальный взнос, на первую, потом на вторую. И у меня есть эта привычка накапливать. И здесь, когда Оля говорит, нужно откладывать по 100 долларов, сказала, окей, меня это устраивает, чтобы не происходило в моей жизни. Я в состоянии сама себе на путешествие отложить 100 долларов. Видимо, это и было ключевым моментом начала развития меня в этой компании. Потому что я приняла четкое решение, чтобы не происходило в моей жизни, 100 долларов у меня в кармане всегда будет, чтобы откладывать на путешествие. Скажи, пожалуйста, а ты изначально рассматривала только путешествие или сразу партнер? Про партнерскую программу я и не знала. Вот у нас был такой разговор, Оля даже наговорила мне. Это не по телефону, я в будни не могу на работе разговаривать, а вечером она с ними занималась. И это она просто наговорила. Выслала реферальную ссылку, я зарегистрировалась, оплатила 100 долларов. Счастливая довольность. Сижу, думаю, о, скоро в круиз отправлюсь. И потихоньку начала изучать, смотреть слайды там на нашем личном кабинете. И в один из выходных дней мы с Олей созвонились. И она, Оля, прям я реально тебе настолько благодарна, что именно ты такой подход ко мне нашла. Она выявила мои потребности. Я говорю, Оля, я одна воспитываю ребенка, у меня много миллионов и ипотек, я вообще мечтаю уйти, знаю, больше времени уделять своему прекрасному сыну, потому что у меня действительно уникальный ребенок, у которого можно многому учиться. Из-за того, что я много работаю, я не могу прям насладиться его именно обществом. Она говорит, слушай, Ирина, здесь можно еще и зарабатывать. Ты, говорит, покупаешь партнерскую программу и рекомендуешь наш клуб своим друзьям знакомым. Приглашаешь пять человек по своей рекомендации в клуб, ты становишься безоплатным членом клуба. Говорю, слушай, Оль, ну классно, пять человек-то, наверное, в моем окружении есть, в любом случае есть. Я докупаю франшизу и становлюсь бизнес-партнером компании «Инкрус». И начинаю потихоньку пробегать, рассказывать. Самое главное, что мы делаем первым делом, мы движим к своим родным и близким, которые говорят, да, тебе надо, ты у нас и так всегда везде путешествуешь, но круиз это не мое, и вообще нет, это нам не подходит. Вот, все мое окружение, это было немного людей на самом-то деле, до «Инкрус» я была совершенно другим человеком, закрытым замкнутым, обиженным на весь мир, редко улыбалась, такая все время ходила серьезная, и морсинки у меня тогда еще появились, потому что я все время так и ходила. И мое окружение закончилось, и говорю, ну ладно, хорошо, они не хотят никто путешествовать. И, конечно, Оля, Лиля, Лиля, которая уже была в круизе, начали вместе со мной работать, говорить, что на самом-то деле людей полно, нужно просто открываться меру. Я начала раскрываться меру, знакомиться с людьми, приглашать на наши презентации. Таким образом, на сегодняшний день у меня в команде больше 100 человек, и вот я очень счастлива, что ты именно в моей команде. Да, и каждый человек... Ну, а из них, надо, наверное, отметить, 100 человек не ты лично нашла, да? Конечно нет. У тебя лично приглашенных у тебя сколько? Сегодня я как раз смотрела, Лена спрашивает, сколько у тебя личных-то? Сегодня вот как раз за завтраком около моря. Я говорю, вот смотри, личных у меня 8 человек, оказывается, только представляешь, мне надо личных еще поприглашать. И потихоньку, потом уже потихоньку пришел брат, он у меня безоплатный член клуба на самом-то деле сейчас уже. И вот в конце прошлого года, глядя на меня, на брата и сестра уже подключились, она мне открыла круиз за счет, накапливает себе на круизы и уже смотрит круизы на июль, на август, на каникулы. И, конечно, я счастлива, что, наконец-то, мои родные тоже рядом со мной себе накапливают на путешествия. И, наверное, очень скоро, может, даже в 22-м году мы всей семьей, с троим, с братом, с детьми поедем в круиз. 100 человек – это не мои. Самое главное, почему мы так и называем «бизнес пяти друзей», в ангелочке «бизнес пяти друзей», потому что ты осчастливил пять семей, скажем так, рассказав про наш клуб. А дальше твои пять человек говорят, ну почему бы мне тоже не путешествовать за счет бонусов от компании? Я тоже буду рассказывать своим друзьям и близким, которые хотят и любят путешествовать. Они тоже приглашают пять человек, твои пять, и они по пять – это уже 30 человек. Когда 30 человек, ты становишься таким, так называемая должность, так как я кадровичку буду на языке кадров говорить. У тебя одна из первых должностей называется маркетинг-директор, маркетинг-директор, в команде 30 человек, и у тебя начинает появляться пассивный доход. Пассивный доход – это когда ты вроде бы на работу не ходишь, 8 часов не работаешь, но у тебя приходят деньги. Это пассивный доход, а клад, тоже на языке кадровика, буду говорить 300 долларов, и примерно 200-300 долларов ты получаешь бонусами. Там разные у нас бонусы, я думаю, кому интересно, мы можем дополнительно потом созвониться, рассказать. За каждую твою рекомендацию ты получаешь бонус, и потом уже от работы твоей команды, этих 30 человек, которых пригласили вы вместе со своими знакомыми, близкими, тоже начинают получать бонусы. Ну, где-то в районе 400-500 долларов в месяц получается пассивного дохода. И я поделюсь еще, я один раз только попробовала снять, 1000 долларов накопилось, думаю, как же это выводится, интересно же. Круизные доллары, да понятно, накопились, забронировали круиз, пошли, сходили в круиз. А здесь как это? Здесь тоже очень все просто, мы привязываем к платежной системе свою карточку и выводим, допустим, хочешь 1000 долларов, хочешь 2000, сколько у тебя там есть, все вывезти. Деньги пришли, и это я попробовала, чтобы, во-первых, рассказать своим партнерам, что да, действительно система работает, деньги моментально начисляют на твою карту. И с тех пор я не снимала, я накапливала, почему для меня это было важно и символично. У меня вот, когда я пришла в Инкрузус, то все тоже очень сильно закрутилось в моей жизни. Я купила квартиру в строящемся доме, скажу так, побольше уже, чтобы у сына была комната. И мне было важно, чтобы я из дохода в Инкрузус обставила свою квартиру. Я не снимала каждый месяц деньги, накапливала, накапливала. И вот когда я получила ключи, я их вывела и практически обставила свою квартиру именно этими заработанными деньгами. Это так круто, потому что обставлять новую квартиру, если даже ты покупаешь не слишком дорогую мебель, но некачественную особо не хочется, самая дешевая, но цена и качество, оно, конечно, не дешевое, поэтому я рада, что в моей жизни были эти накопления. И я безумно счастлива, что на моем круизном счету, на тревел счете, да, сейчас правильно называть, больше пяти тысяч долларов у меня забронирован круиз на сябре по греческим островам, с моим, опять-таки, партнером, с детьми. И это круто. Вот, наверное, так. Да. Ну, у меня тоже благодаря клубу накопилось. Я, в принципе, не умею копить. Вот ты говоришь, что ты там привыкла. Не надо читать, слушай, купи сыну книжку «Пес по имени Мани» и читай ему на ночь, и ты поймешь, что это такое. Почитай эту книжку. Всем рекомендую прочитать деткам, но в первую очередь себе, как бы вы читаете детям, но сами наматываете, и потом дети еще будут контролировать вас. «Мама, сколько у тебя в коробочке денег?» «Смотрю, у меня уже столько, а у тебя сколько там миллионов накопилось?» Поэтому это очень классная система, уметь, ну, откладывать хотя бы 10% от дохода, потому что потом это получается очень немало. Нет, в теории я все знаю. Вопрос, как теорию на практику перевести. На практику, коробочку завести. И знаешь, что… Благодаря кривистному счету, у меня уже там накопилось 1400 долларов. Поэтому действительно классная система, которая накопительная, она и приучает копить, во-первых, и не так бьет по семейному бюджету. У меня тоже ипотека, семья, ребенок, расходов. Ну, всегда полно. Расходов хватает. Да, да, да. Вот, а здесь такая копилочка, которая гарантированно тебя отправит в круиз. От тебя же она застрахована, потому что, да, накапливать-то я умею. Вроде бы на путешествие всегда откладывала, но происходит непредвиденное обстоятельство. Да, колесо лопнуло или еще что-то. Ребенку срочно привет, привет. Срочно купить нужно курточку, обувь. Это все тоже недешево. И вот, ой, у меня же там есть деньги. Я возьму и зарплаты положу. Но зарплаты уже редко когда положишь. А когда у тебя систематически каждый месяц приходит счет, который нужно накапливать, это тебя дисциплинирует. И самое-то, что ценно, что этот счет застрахован от самих себя, что мы туда не зайдем, их не потратим. И гарантированно, что бы ни происходило в твоей жизни, какие бы у тебя финансовые истории не происходили в жизни, у тебя есть на путешествии круиз. Ой, на путешествии денег. Когда ты скажешь, фу, все, мне нужно перезагрузить. Ты просто берешь, бронируешь, едешь, отдыхаешь и наполняешься. Это круто. Ну, когда еще компания за тебя оплачивает, вообще хорошо. Да, это да. Смотри, вот когда было в мае, в июне было два года, в конце мая, по-моему, я зашла, у меня есть партнер, моя тетя Ирина Юрьевна Суши говорит, ну, ты вот два года в компании, столько ты получила. Я никогда не задавала цели, у меня накапливаются, накапливаются круизные баллы, и накапливаются там доллары на то, чтобы обставить новую квартиру. Вот она села, посчитала, я вложила 600 долларов. 295, это партнерку я купила, да, получается, и я три раза по 100 долларов сама накапливала, остальные я бонусом, ну, в общем, пятерку я делала 5 месяцев. Три месяца я сама платила, а остальные я бонусами оплачивала. В общем, она села, посчитала, за два года в клубе я 600 вложила, и миллион тогда еще, это был и в мае месяце, получила в доходах. Это в круизных баллах у меня было 5000 с чем-то, тогда еще не был забронирован круиз. И в бонусах, в долларах, которые я получила, она быстренько все сложила на калькуляторе, получилась миллион доходов. Представляешь, вроде бы так тихо-тихо, но все равно у тебя пассив растет, и это круто. Когда в долларах кажется, ну, что там, 5000 долларов, это вроде бы и немного. Когда ты пересчитаешь на рубли, это получается немаленькая сумма. Да, здорово. Нет, это актуально, во-первых. Очень многие сейчас работают на, ну, в найме тоже, да, я в том числе езжу, трачу там три часа времени в сутки только на дорогу, да, плюс еще и на работе задерживаются, часто задерживаются. Я тебе сейчас что расскажу. Буквально вчера, вот к нашему эфиру уже, ребята подготовили вчера, вот в поле пили чай с Леной и с Алексеем, супругу Леной, с Балакова, ребята. Я говорю, ну, я вот 12-й год работаю в отделе кадров, одну и ту же компанию, говорю. Алексей спрашивает, а что ты, сколько ты тратишь на дорогу? Я говорю, полтора часа в одну сторону, полтора часа в другую. Он такой спрашивает, это пять дней в неделю? Я говорю, да. Ну, я с Леной продолжаю дальше общаться. Алексей через три минуты выдает. Ир говорит, ты 365 дней потратила за почти 12 лет работы на дорогу. Это год жизни, ты представляешь? Год, да. Мне стало просто дурно. Я говорю, да, больше говорю, не считай. Представляешь, я целый год просто, вот целый год с января по декабрь потратила вот это вот на дорогу. За 12 лет. А если посчитать рабочий день в 8 часов? Ну, не, ну, допустим, ты зарабатываешь сейчас в Инкрузе с пассивного дохода в 100 тысяч в месяц, да, рублей. Ну, примерно там плюс-минус, да? Да. Тратя на это, ну, вот сколько у тебя там в среднем уходит часов в сутки? Уходило за эти сколько? Два с половиной года получается, да? Да, два с половиной года, я скажу, я Инкруз занималась только в дороге. Я потом Алексею поясняю, говорю, благодаря, спасибо Инкруз, благодаря Инкруз я этот год чуть-чуть уменьшила, потому что я Инкруз занималась в дороге. Я сажусь в автобус, мне на автобусе надо ехать, потом на метро, и я начинаю людям писать, знакомиться. Привет, меня зовут Ирина, я продвигаю путешествия, круизный вид отдыха, тогда у нас круизы только были. Да, сейчас у нас и отели добавились, и курорты. Вот, и так я с людьми знакомилась, общалась, утеплялась, как мы говорим, и приглашала их на презентацию. И один день в неделю, это у нас суббота, я каждые выходные утром вставали, завтракали к 12, в час, иногда к 2, когда мы назначали презентации. Я брала своего 4-летнего тогда ребенка за руки, и просто мы ехали через всю Москву, иногда поближе в центр, на презентацию, куда я приглашала людей. Вот и все. И за это время команда выросла. Потом потихоньку начали уже расширяться другие города, выходить в другие страны. У меня в других странах не сильно много партнеров, но есть партнеры, у которых международный бизнес уже в Испании, в Италии, в Америке тоже все развивается. Поэтому это вид бизнеса. Почему люди изначально не рассматривают его как бизнес? Ну, потому что мы провели традиционным образом зарабатывать денег, да, идти куда-то на работу. Привет! 8 часов отработать. Привет! И таким образом в конце месяца получить... Привет! Хочешь клубничку? Я тебе сейчас выберу самую большую клубничку. Доброе утро! На тебе клубничку. Хочется вам передать клубнички. На! Таким традиционным образом. Но мир-то поменялся благодаря пандемии. Она круто поменялась. И уже все, что было стабильно в прошлом, в прошлые годы уже не стабильно сейчас. Поэтому благодаря пандемии мы все ушли в сети. Как бы я ни отрицала сеть, но тем не менее сети приводят мне партнеров. Сейчас уже люди начинают сами писать. Благодаря вот таким прямым эфирам, сторисам и постам люди сами спрашивают, а что это такое, и расскажи подробнее. Поэтому в соцсети, конечно, это сейчас, да, и этим будущее. Не нужно закрываться от соцсети, от всего мира, просто раскрываться и начинать уже изучать новые направления. Какой вопрос был? Я куда-то ушла. Да, ну, наверное, стоит рассказать об изменениях компании, да. То есть 6 лет были одни условия у нас, да. Сейчас с 1 апреля условия меняются. В лучшую сторону станет гораздо проще, легче, свободнее. Больше свободы, да, я бы сказал, появилось. Потому что немного настораживало то, что копить нужно ежемесячно. Да, для многих это, ну, как-то отпугивало, что ли, да. Сейчас получается обязанность. Опять-таки это мышление бедных. Почему? Ну, согласись, что это так. Во-первых, 100 долларов у нас фиксирована и всегда цена. Ты не можешь ни 150, ни 200. Некоторые, может быть, и хотят тысячи сразу, чтобы они удовольствовали. Стали 2000. К сожалению, или к счастью, такого нет. Есть система, где ты каждый месяц, если ты не хочешь откладывать по 100 долларов, пожалуйста, покупай партнерскую программу, продвигай этот клуб, приглашай 5 человек своих, и становишься безоплатным членом клуба. Но настолько это систематизирует. Ты сам даже признался, что за это время ты систематически научился откладывать деньги. По 100 долларов хотя бы, согласись. Это большая, это очень хорошая привычка. И когда люди говорят, ой, я не знаю, что будет завтра. Хорошо. Ты таким образом, говоря, что не знаешь, что будет завтра, ты программируешь себя уже на то, что может случиться непредвиденная, не очень хорошая ситуация. Что ты не сможешь себе позволить по 100 долларов отложить на путешествие. А когда я вот приходила в клуб, я просто сказала, что бы ни происходило в моей жизни на 100 долларов, то я способна себе на путешествие, себе сыну отложить на путешествие. С какими намерениями мы приходим, в принципе, то и получаем. Да, может быть, кому-то сложно, кому-то как-то. Но в любом случае мы эти деньги платим себе, самому себе, самой себе. А здесь, конечно, с апреля улучшится. Во-первых, у нас портфель, продукт расширится. У нас добавятся 4000 гостиниц и курортов. Это, конечно, просто бомба, бомбическая новость. Если мы говорили у нас в базе, раньше говорили 5000 направлений, тоже мозг просто взрывался от этих круиз. Но когда мы сейчас говорим, у нас в базе будет с апреля месяца 4000 отелей и курортов, это, конечно, намного облегчает нашу работу, потому что кто-то говорит, ой, круизы, это не мое, меня качает. Хотя он никогда не был на этих круизных лайнерах, но он уже себе сказал, меня там укачивает. Окей. На круизных лайнерах не укачивает. Я была в одном круизе, очень много путешествую, снимаю от видео, как стоит стакан воды, и даже вода не шелохнется. Там современная система стабилизации. Ты сидишь так же дома у себя, как будто бы, или сидишь в кафе, пьешь кофе с друзьями, и на лайнере такое же ощущение, ты даже не чувствуешь, что тебя лайнер передвигает страны в страну, из города в город. Хорошо. Мы с этим возрождением поработали. Окей, круизы тебе не подходят. Но у нас в базе 4 тысячи курортов и отелей. Здесь, конечно, придумай, что хочешь, как хочешь, отнекивайся, но уже здесь не получится. И отели такого высокого уровня, 5 звезд, минимум 5 звезд, как с этих Риксус, вот такие вот сети. Поэтому все зависит от человека, что человек выбирает. Если человек выбирает не путешествовать или съездить бабушке в деревню, это тоже его выбор. Если я выбрала путешествовать и благодаря путешествиям показать себе, в первую очередь, и своему сыну весь мир, конечно, я буду путешествовать. Даже благодаря Инкрузусу я за последний третий год пошел, да, сколько раз только в Турции была, в других городах, в Уфе я ни разу не была. Но я благодаря клубу даже в Уфе два или три раза только была. Настолько у нас меняется мировоззрение, мы начинаем больше путешествовать, больше передвигаться. Казалось бы, да, вот четвертого я только была у мамы в деревне, а вчера я уже оказалась в Турции. Поэтому это все, кажется, какие-то выгодные бесплатные путешествия. Нет, это просто наше мышление начинает меняться. Мы начинаем себе позволять намного больше не просто откладывать по 100 долларов, а уже ставим другие задачи, видеть весь мир. Вот. И членство, конечно, 2-0, это просто потрясающе. Если Фраст задел этот вопрос, что не каждый месяц можно откладывать, ты просто у тебя, ты три месяца отложил, у тебя 600 круизных баллов накопилось, на четвертый месяц, ну, у тебя что-то пошло не так, и ты не можешь оплатить 100 долларов. Ну, если у тебя следующий месяц, ты следующий месяц оплачиваешь, на шестом месяце у тебя должно было быть уже, ой, подожди, четвертый мы не платим, пятый, у тебя должно быть 1000 уже круизных баллов, но из-за того, что ты один месяц пропустил, у тебя будет 4. Четвертый месяц и 800 круизных долларов. Просто ты на меньше круизных баллов получишь себе, и все. Ну, да, скорость, ты откладываешь свой круиз, свои путешествия, но это тоже возможно, мало ли что там в жизни происходит. Да. Ну, и плюс только аккаунт не сгорает никогда, вот это тоже здорово, потому что, ну, клубная система, да, если ты там в фитнес-клуб не ходишь год-то, да, то есть у тебя просто... Карта закончилась, неважно, был ты в клубе, не был. Да, у нас, получается, да, то же самое было, и вот сейчас компания от этого ушла, это тоже здорово, потому что твои накопления никогда никуда не денутся, плюс они застрахованы независимой компанией от банкротства. Ну, это, да, это полная безопасность, это еще одно возрождение, которое просто уходит. Да. Какие еще есть вопросы? Спрашивай, как можно из кадровички выйти, сетевички, еще раз вам, наверное, объясню. Тема, молодец, очень интересная тема, я даже улыбнулась внутри себя, когда увидела твою афишу, думаю, о, как интересно. Сетевичкой, кстати, сетевичкой я никогда и не мечтала на самом-то деле, у меня было настолько ограничивающее убеждение, что сетевое – это не мое, что сеть – это не мое, а разные предлагали компании, да, продуктами разных сетевых компаний. Я пользуюсь, я их уважаю, есть продукты компании, которыми я уже десятилетиями пользуюсь, вот, но я никогда не рассматривала сетевой, как возможность зарабатывать. Но те люди, которые меня знают, вот, когда я только приехала в Москву с предыдущей работы, ребятам, с кем мы работали, сейчас у них у многих свои бизнесы, они меня знают в деле, они говорят, слушай, Юриш, ну ты такая классная, у тебя целеустремленность есть, почему ты не откроешь себе там салон красоты или хотя бы цветочный вот этот магазин. Мы, даже один, это, друг мой говорит, давай я тебе профинансирую, у него бизнес в сфере строительства, деньги-то есть, я говорю, давай я тебе инвестирую, давай что-то ты откроешь. Я говорю, нет, бизнес это не мое, потому что у меня традиционный бизнес у родителей. Вот, глядя на них за столько лет, их бизнеса, я поняла, что это не ты имеешь бизнес, а бизнес тебя имеет, у меня мама с папой никогда вдвоем не могли приехать даже к нам в Москву, либо мама приезжала, либо папа приезжал. Вместе куда-то поехать, отдыхать, это крайне редко, и то на короткий взрок, на 2-3 дня. Вот, у нас был очень-не очень хороший опыт, когда мама с папой в конце года, в середину декабря уехали в Сочи, в санаторий отдохнуть, вроде бы деньги есть, а почему бы не, да, подкрепить здоровье. Пока они были в санатории, у них ограбили магазин, вывезли все, почистую оставили только прилавки. Поэтому, знаете, я на это настолько насмотрелась и вот никогда не хотелось иметь бизнес. А так, конечно, у меня есть предпринимательская жилка, может быть, глядя на родителей много, чего я, наверное, уже понимаю в бизнесе. Вот, и здесь таким прекрасным, завуалированным, можем сказать, красивой коробочкой приходят ко мне инкрутить. Если бы Оля Торченова сказала бы в своем сообщении, это сетевой маркетинг, где нужно откладывать по 100 долларов в каждую миссию, я сказала бы, Оль, и тяни, конечно, я круиз куплю сама, сетевой маркетинг – это не мое. Вот, когда я пришла в клуб, я даже не знала, не подозревала, вот, честно скажу, видимо, у меня мозг настолько тогда отключился, я была наводушевлена тем, что я могу пойти с сыном в круиз. Я только потом поняла, когда мы встретились, у нас была большая презентация, где я впервые увидела Лену, Лилию и Олю, познакомилась с ними, я и сижу, слушаю презентацию Арины Казанской как раз-таки. И такое для меня, как будто у меня кипятком, а я говорю, слушай, поворачиваю голову, говорю, Оля, это что, сетевая компания? Она говорит, да. Говорю, сетевое же не мое. Ну, я уже настолько за эти 2-3 недели полюбила продукт, уже влюбилась, можно сказать, в нашу систему, клубную систему накопительную, где благодаря накоплению по 100 долларов можем потом увидеть весь мир. И уже когда я не могла отступить, только тогда я узнала, что это сетевая компания, а потом, когда я начала изучать, больше и больше углубляться, больше и больше понимать ценность сети, я сказала, Оля, спасибо, что именно таким образом ты принесла наш клуб. Вот сказала бы она, что сразу во время сетевая компания я бы лишила себя возможности увидеть весь мир, возможность побывать в круизе, потому что мы в октябре 2019 года с сыном были первым в своем круизе. Это просто незабываемое путешествие, это когда ты ведешь своего ребенка за ручки к огромному лайнеру. Вот мамочки, я думаю, поймут меня, и папы могут понять, насколько волнительно, когда ты в глазах ребенка видишь это счастье, у него такие глаза, огромный белоснежный, огромный белоснежный лайнер, и ребенок маленький, крохотный на фоне этого лайнера, смотрит такими восторженными глазами, говорит, маме, мы на этом корабле пойдем в круизе. Я говорю, да, сынок, потому что видеть счастливые, наполненными восторгом глаза ребенка, это, конечно, дорогого стоит. И поэтому, если у вас, кто смотрит наш прямой эфир, тоже есть убеждение, что сетевое не мое, вы просто отложите это убеждение, я не говорю, выкиньте его, просто отложите это убеждение на какое-то время и присмотритесь к нашему клубу, потому что благодаря клубу мы можем увидеть весь мир сами, увидеть, показать весь мир своим родным и близким. Если у вас есть дети, своим детям, дети могут познать этот мир благодаря путешествиям, настолько это расширяет мировоззрение. Но то, что дает инкрузов и наша система и обучение, и спонсор-хитоподдержка, это просто идет полная трансформация человека. Вот есть два человека, Ирина Шурекова до инкрузов и Ирина Шурекова вместе с инкрузов. Те люди, которые меня знали до инкрузов или в начале пути, они, конечно, согласятся, что это совершенно два разных человека, потому что инкрузов меня расширяет, инкрузов делает меня лучше, и инкрузов сделает меня сильнее как лидер, потому что иметь команду 100 человек, конечно, это прокачка лидерских качеств, этому нужно учиться, лидерами не рождать, ими становиться, работая каждый день, изо дня в день, с командой, с наставниками, обучаясь, и, в общем, вот так внедрить в свою жизнь возможности инкруза и начинать меняться. Поэтому, если мы приходим в начале в нашу компанию за выгодными или бесплатными путешествиями, но в дальнейшем, когда ты начинаешь внедряться и продвигать этот продукт, этот клуб, ты уже понимаешь, за этими путешествиями кроется намного больше. это твое новое я или ты настоящий, вот инкруз именно помогает из тебя делать тебя настоящим. Ну, вот так, наверное. Да, я нашел объяснение, почему даже те, кто раньше относился к стюмому, не мое, не мое, да, почему это такое происходит, да, потому что у меня, ну, в отличие от тебя, было нормальное отношение к сетевому, да, мне нравилась эта система, вот это вот построение сети, но я здесь, я понял, что оно вроде то же самое, но все по-другому. Вот в отличие от продуктовых, я пробовал в двух, да, в двух. Ну, видишь, у тебя есть опыт хороший, у тебя есть... Да, но в любом случае там у меня не получилось, я понял, почему, да, то есть там заточено все, там просто вот маркетинг заточен на огромное количество продаж продукта. Ты обязан каждый месяц покупать там какое-то невероятное количество продукта и куда-то пытаться его девать, да, и у тебя там 90% времени уходит на то, чтобы попытаться продать продукт. 90% ты находишься в стрессе. Куда? Кому? Кому? Нет, ну, кому-то нравится, может, кому-то нравится, но я не об этом, о том, что у тебя просто нет времени на построение сети, да, и ты постоянно вынужден искать новых, новых клиентов, да, потому что сегодня они у тебя купили, в следующем месяце они уже там не покупают, тебе надо новых искать, ну и так далее. Вот, здесь получается все по-другому, он вроде тоже сетевой, но тебе не надо покупать там 10 круизов, один себе оставлять, 9 куда-то продать, да, то есть здесь такого нету, здесь ты наоборот покупаешь месячную частичку своего же, да, круиза, то есть ты там по чуть-чуть, по чуть-чуть накапливаешь, вот и все, в этом вся разница, ну а можешь вообще даже не ездить в круизы, есть такие примеры, да, которые, конечно, легче съездить в круиз, убедиться, показать всем остальным, как это, что действительно там не в качестве, это, конечно, легче, но необязательный элемент, да, есть примеры успешные, кто там по 3 года в декрете сидит, просто вынужден не ездить, да, и в то же время у него такие успехи об этом, вот, поэтому, да, которые в круизе и которые транслируют на открытую меру, можно даже, глядя на эти фотографии, видео, тоже построить бизнес легко, потому что, да, пока ты не был в круизе, но есть человек, который в соседней деревне, в соседнем улице, в соседнем городе, в России, побывал на таком круизном лайнере, посмотрев, видео, фото. Да, тем более сейчас, когда уже 6 лет наши члены клуба путешествуют, уже столько видео, столько наших чатов завалено, просто видео из круизов, поэтому сейчас гораздо проще показать это все дело, поэтому я призываю зрителей, кто смотрит, просто присмотреться к этой возможности, все это, все подробности у нас есть, пожалуйста, спрашивайте. Ирина, благодарю тебя за эфир, спасибо, что нашла время в Турции на отдыхе, ты это уделила на минуту. На отдыхе легче найти время для того, чтобы провести прямой эфир с партнерами, нежели ты, когда еще, пока еще кадровичка, и в это время, конечно, тебе сложнее найти время, чтобы провести вот так легко в 10 часов утра, в 11 часов утра, вроде бы, не выходной день, прямой эфир. Спасибо тебе, Вов, что ты пригласила меня, и мне безумно понравилось, как ты назвал кадровичку, в сетевичке, это действительно так и есть, поэтому, если вы присмотритесь, прослушаете, посмотрите наш прямой эфир, и у вас возникнет вопрос, почему бы, и да, пожалуйста, обратитесь, пишите Владимиру, пишите мне, мы вам более подробно все расскажем, покажем, отправим видео наших же путешественников, и вы сами убедитесь, что действительно лайнеры существуют, что на круизах нет никакой качки, и что благодаря круизам, вот даже, да, начнем с круиза, наш основной продукт на протяжении шести лет он был, вы можете действительно увидеть в мисс мир, потому что за один круиз вы можете посетить несколько стран, вот наш круиз был, это три страны, Испания, Франция, Италия, шесть европейских городов, но когда бы я своим четырехлетним сыном могла бы себе этого позволить, а круизный лайнер вас передвигает из страны в страну, из города в город, и вы пока спите, вас передвигали в другую страну, и это круто, еще хочу сказать, кто будет, кто родители, если вы сами себя ограничиваете, да, круиза не мое, но просто не ограничивайте возможность детям показать весь мир, если вы настолько на себя наплевали, извините, прямо так грубо скажу, что, ну ладно, я могу и не поехать, круиз еще раз в Сидио, в Турции тоже красиво, море есть, подышалось сегодня, все отлично, наполнилось, но насколько путешествие за границей, разные страны, разные города, он расширяет мировоззрение ребенка, ваш ребенок, он уже будет глобально мыслить, глобально смотреть по-другому, совершенно по-другому, другими глазами на мир, дайте хотя бы эту возможность своим детям, если вы считаете, что вы сами недостойны этого, просто покажите детям, и вы сами вместе с ней увидите этот мир, ну а в дальнейшем появятся у нас отели, курорты, но это еще больше получится, продукты, вы можете совмещать круизные отдыхы, допустим, приехали на 3-4 дня пораньше, сняли гостиницу или курорт, отдохнули, сели на круизный лайнер, поехали дальше, поэтому это будет комбинация такая, очень красиво, классно, кому как понравится, так и будете путешествовать, просто позвольте себе. На практике как это выглядит, да, наша накопительная система, допустим, круиз стоит, допустим, 1000 долларов, да, давай для ровного счета, да, возьмем, круиз 1200, значит, нужно 3 месяца накопить по 100 долларов, да, 300 долларов, они удваиваются, у тебя на счете 600 круизных баллов, да, 600 ты доплачиваешь наличными и через 3 месяца уже покупаешь себе круиз за 1200, да, и тебе 600 долларов возвращаются еще кэшбэком на твои будущие, либо круиз, либо тут же можно забронировать на эти 600 какой-то, ну, эти 600 на какой-то гостинице, какие-то эти, да, то есть это, это вообще таких-таки скидок ни в одном турагентстве точно не найдешь, по ценам это вне конкуренции 100%, поэтому посчитайте, сравните, я делал запросы в турагентство, все сравниваю, я знаю, что ты все прям дотошно разбираешься, это круто, поэтому сравнить, посмотреть там лицензии, не знаю, легальности, все остальное, я через это прошел, все это проверил, поэтому спрашивайте, все расскажем, покажем, вот, не стесняйтесь, самое главное, всем хорошего дня, еще раз показываю вам красоты моего мира сегодня, самое главное, что у тебя там тепло, вот чего у нас не хватает, тепло, солнце, море, и, конечно, зелень, да, я поняла сегодня, сидя на море, что нам действительно не хватает, у нас очень много дней серых, нам не хватает именно солнца, море, и вот этого зелени, вот, всем хорошего дня, будьте смелее, мечтайте, и позволять себе больше путешествий, путешествия, это, конечно, как бальзам на душу в любой, в любое время, в любом возрасте, это действительно очень важно, даже не пытайтесь меня переубеждать, что без путешествий можно жить, да, можно жить, но можно еще впустить свою жизнь в путешествии, это намного лучше. Все, в тебе удачи, пока-пока, всем хорошего дня. Пока-пока, спасибо, спасибо.